Сегодня современные цифровые технологии плотно вошли в различные сферы жизни и производства. Государство, в свою очередь, внедряет цифровизацию повсеместно. К примеру, розыск преступников с использованием камер Сергек на улицах или возможность отправить жалобы коммунальщикам по интернету. Цифровизация позволила снизить количество бумажной волокиты. Но сегодня стоит вопрос в том, чтобы цифровизация, по словам Касамжемарта Тукаева, должна охватить все отрасли экономики, проникнуть во все сферы жизни наших граждан. Для этого нужно максимально либерализовать рынок информационных технологий. Об этом сегодня в программе «Контроль поручений». Давайте сначала поговорим про уровень цифровизации в стране. Как вы оцениваете развитие этой области и какие все-таки сферы проседают у нас? Уровень цифровизации в стране в целом министерством оценивается ровно тем же уровнем, который оценен Организацией объединенных наций. То есть сегодня позиция Казахстана – 28 место в мире по развитию электронного правительства. Арман Абдрасилов – оппонент Министерства цифрового развития. Он бывший руководитель холдинга «Зерде», который был в том числе ответственен за внедрение и развитие цифровизации в Казахстане. Об уровне цифровизации в Казахстане как вы его оцениваете? Последние три года мы должны были потратить на развитие инфраструктуры для того, чтобы следующий рывок, прыжок вперед обеспечить. К сожалению, развитие инфраструктуры не произошло, и именно это и тормозит сейчас развитие цифровизации в Казахстане. А что на сегодняшний день мешает и правительству, и сотовым операторам развивать эту инфраструктуру? Это вопрос стратегии. Вопрос в стране, конечно, схромает на обе ноги стратегии, и отсюда вытекающее планирование. Если говорить о электронном правительстве, это, кстати, было одним из ваших направлений. У нас любят оппонировать тем, что у нас развитое электронное правительство среди стран Центральной Азии. Был период бурного развития, но мы уперлись в некий потолок. Если разбираться, порядка 700 государственных услуг существует. Есть такое понятие электронная услуга, которую можно получить в цифровом виде. Это означает, услугу можно подать через компьютер и получить через компьютер. Но, де-факто, всего 5% государственных услуг выполняется полностью в автоматическом режиме, без участия человека. Остальные 95% выполняются в ручном режиме. То есть мы сделали первый этап – это отсутствие касания гражданина и чиновника. То есть в этом и была задумка первого шага. Следующими шагами должна была стать полностью автоматическая реализация государственных услуг. Большое количество информсистем и сбора документов все равно на бэке остается человек, который бегает с этими документами. Вот наша задача, наша оценка, как раз для того, чтобы этого не происходило. Цифровая трансформация – это не про цифру. Мы из 10 шагов, которые раньше даже и у гражданина, и у государственного служащего занимало, мы их дропаем, мы их уничтожаем. А мы идем в сторону оцифровки этих данных. Последний проект с Министерством внутренних дел и Министерством цифровизации, нашим центром, мы реинжинилили процесс присвоения ИИНа. Где-то около 6 месяцев мы ушли только на споры, чтобы убедить министерство, что это нужно делать. Потому что в течение 30 дней у вас ребенок, который родился, до 30 дней, согласно Конституции, он может быть нигде не задокументирован, что с ним происходит, как государство, опять же, планировать пособия, планировать садики, планировать ему лечение. Вот этот габ он оставался. Цифровая трансформация идет на всех уровнях. Конечно, в первую очередь это коснется городских услуг. Сейчас очень много обращений от жителей города. Город растет, и обращения, соответственно, растут. Если мы раньше при открытии в 2018 году выявляли более 1 миллиона обращений и отвечали на эти обращения, то за последние 3 года в адрес Айкомек поступает более 2,5 миллиона обращений ежегодно. Соответственно, очень большой трафик, и это загружает нашу систему. Мы сейчас обновляем и переходим с Айкомек 1.0 на Айкомек 2.0. Сейчас пользователи, не выходя из дома или офиса, могут подать в суд исковые заявления, жалобы, обращения, отзывы, встречный иск и более 100 видов электронных документов. Если в 2014 году, когда вышла в судебный кабинет, было 5% электронных исков, сейчас на сегодняшний день оно выросло свыше 90%. Сегодня рынок информационных услуг – это в том числе высокооплачиваемая работа. В данной сфере есть возможность заработать каждому, независимо от пола и возраста. В Астана Хаб запустили проект ITIL. В программе принимает участие более 2 тысяч безработных женщин. Президентам была поставлена задача подготовить 100 тысяч IT-специалистов до 2025 года. Мы, как Астана Хаб, взяли на себя такую миссию подготовить 20 тысяч специалистов. Мы наблюдаем, что даже среди наших резидентов у нас сейчас более 1200 компаний зарегистрировано. Только 20% – это компании, где учредители, в основном где фаундеры, основатели – это женщины. Все остальное – это все равно такая мужская среда. IT, в принципе, традиционно считается такой достаточно мужской специальностью. Хотя в наше время уже, наверное, странно так говорить. И мы видим, что даже на трудовом рынке Казахстана женщины представляют собой всего там менее 30% квалифицированной IT-силы. И мы вот решили, что эта ситуация должна меняться. Однако как специалисты, так и рядовые казахстанцы постоянно сталкиваются с перебоями в интернете. А без качественного интернета трудно говорить о развитии цифровых услуг и продуктов. Сейчас очень много критики по предоставлению качественного интернета. В чем дело? Здесь несколько проблем надо рассматривать. Если смотреть по городу, то у нас здесь очень большой спрос на трафик, во-первых. Во-вторых, у нас здесь присутствует радиофобия, что дополнительно увеличивает нагрузку на базовые станции. Ранее же были, наверное, какие-то прогнозы. Почему не была выстроена эта инфраструктура, зная о том, что потребление интернета будет расти? Естественно, такое сильное потребление мы не прогнозировали. Такой скачок большой именно потребления. Это раньше, в пользовательстве, мы заходили на сайты, смотрели какой-то контент. Сейчас очень активизируют это мобильные устройства, мобильный интернет. Тот же самый Инстаграм, ТикТок. Например, по сравнению с 2021 на 2022 год, ТикТок у нас 100% увеличился, Инстаграм там около 30%. Получается, проблема в том, что казахстанцы очень активно сидят в ТикТоке и Инстаграме? Ну, да. Сейчас спрос на интернет очень увеличился сильно, поэтому инфраструктура не поспевает за это. Ну вот как раз технология 5G, она позволяет больше обслуживать абонентов, больше предоставлять скорость, меньше задержки. Еще один вопрос. Технология 4G позволяет передавать данные со скоростью 1 гигабит в секунду до 1 гигабита. То есть я не вижу, что мы уперлись в скорость 1 гигабита. А мы почему-то бежим в 5G, чтобы ускорить последнюю милю. У нас будет очень высокая скорость между абонентом и базовой станцией. Но у нас будет очень медленная скорость от базовой станции до серверов Google, Netflix, YouTube. И с той же самой проблемой будем сталкиваться. Что касается цифрового документа, кодекса, вот сейчас на какой стадии? И вообще для чего он нужен? Почему он ведется в закрытом режиме? Сегодня в вашем смартфоне находится все. Не каждая страна сегодня в мире может похвастаться тем, что обладает данными о гражданине. В Казахстане этим может похвастаться. Но теперь нужен документ, который будет регулировать все. Цифровой кодекс прежде всего это обеспечить нашу с вами безопасность, безопасность обработки и хранение наших с вами данных. Конечно, его невозможно в закрытом режиме, нельзя его обсуждать. Для этого нужна общественность. Но мы можем, можно поторопиться принять какой-то документ. И зачастую у нас в стране есть ряд законов, которые быстро принимаются и тоже обсуждаются с общественностью. И они не работают. Казахстан еще в 2019 году совместно с Баку начал строительство транскаспийского оптоволоконного кабеля. Его цель — создание надежного цифрового канала между Европой и Азией. Он позволит передавать данные емкостью не менее 4-6 терабит в секунду. Транскаспийская магистраль — проект, который обсуждается уже последние лет пять. Причем я имею возможность обсуждать его на той стороне, на этой стороне проблемы на стороне Казахстана. То есть у нас меняются подрядчики, меняются министры, меняется видение. В связи с экономической ситуацией поменялся оператор. И уже подписано соглашение о создании совместного предприятия. Начинаются работы по стройке. По нашим срокам это 2025 год, уже должен завершиться. По окончании строительства этого проекта в 2025 году казахстанцы наконец получат качественный, быстрый интернет. Это тоже будет одна из плюсов, к которому улучшится интернет. В основном весь трафик сейчас идет через Россию. Это будет альтернативой именно входов трафика. Качество, которое вы получаете на абонентском устройстве, либо же там персональном компьютере дома, это зависит от внутренней инфраструктуры нашей страны. Сегодня перед Казахстаном стоит одна из важнейших задач укрепиться в статусе регионального цифрового хаба. Важно не упустить огромные возможности, которые сулит этот статус. А для успешного продвижения в данном направлении нужно использовать прорывные идеи и креативную энергию цифровых намадов, считает глава государства. Цифровые технологии не только ускорят обмен информацией, но и позволят в случае обладания достаточным количеством трафика продавать его соседям. Наряду с этим у бизнеса появятся новые возможности для создания цифровых продуктов, а у населения упрощенный доступ к услугам. Продолжение следует...